Полезный способ приготовления мяса. Как раз вот сейчас мы поговорим о том, как это мясо готовить так, чтобы в нем остались все максимально полезные свойства, чтобы оно не стало вредным после приготовления. Первое, самый такой мой любимый способ, это запекать в духовке, в фольге или в мультиварке. На самом деле я очень люблю готовить в духовке не только потому, что мне не надо ставить возле сковородки, когда жаешь, а потому что получается мясо не жирно, оно получается, то есть нет масла, которое ты жаришь, оно впитывается в мясо, оно получается жирновато. Нет лишнего жира, оно как-то легче усваивается, оно вкуснее. Ну, как еще его готовить перед тем, как положить его в духовку, я тоже отдельно расскажу. Следующий способ – это приготовление на пару. Многие считают, что пища, приготовленная на пару, она невкусная. Я вам тоже дальше расскажу, как сделать так, чтобы пища, приготовленная на пару, была максимально вкусная. Следующий полезный способ приготовления мяса – это варенье. Но если вы варите мясо, всегда, вот всегда-всегда-всегда первый бульон сливаем. Потому что когда вот вы мясо кладете вот в кипящую воду, да, или вот кладете в холодную, нагреваете, сразу из мяса выходит вся грязь, все это вот лишнее, все вот токсины, все-все-все-все-все-все. Вот не нужно то, что нам не нужно в организме, оно все выходит в воду. Если вы этот бульончик не сольете, а оставите, вы это все употребите. И потом в течение варки эта часть тоже может вернуться обратно. Вот это когда вот это вот теплового шока из мяса все это вот вышло, да, вы его просто сливаете. Это у меня из Трави в статье писала, да, она работала коком. Это нормы санэпидемстанции, что при первой, вот первый бульон, да, мясо бросили, оно в 5 минут поварилось, бульон сливаем, мясо промываем, все промываем и готовим по новой. По новой набираем воду, по новой все делаем. Это такое тоже правило, это вот моя бабушка так делала, это моя мама так делала, это я так делаю. И вот, оказывается, по нормам средства это нормально. Дальше тушим. Тушение на медленном огне тоже это один из таких полезных способов. Дальше приготовление на углях тоже считается одним из здоровых приготовлений пищи. И быстрая обжарка. Вот это, кстати, насчет быстрой обжарки. Это я уже увидела в Таиланде и также вот в японской кухне это используется. Когда мясо тонко-тонко-тонко нарезается и обжаривается или на сухой сковороде, или с небольшим добавлением масла, там вообще минимум. То есть быстро-быстро-быстро-быстро. Здесь вот главное, чтобы было тоненько нарезанное. Тогда получается, что и мясо вроде как оно прогревается полностью, то есть все вот болезнетверные бактерии, там все, что могло быть, оно убивается, но при этом сохраняются все полезные свойства мяса. В Таиланде в основном во всех сбегалов, когда именно тайская традиционная кухня, у них порубленное на тонкие кусочки мяса быстро обжаривается. И вот реально получается, как бы оно лучше усваивается, лучше переваривается, и нет тяжести в животе после потребления такого мяса.